Скорая. Ленина, 24. Обморок. Скажите, пожалуйста, имя и фамилию. Вызовы на пульт диспетчера скорой помощи поступают один за другим круглые сутки. Большая часть из них – гипертония. В летний период сотрудникам медучреждения ежедневно приходится выезжать на десятки вызовов, связанных с тепловыми ударами, обострениями хронических заболеваний и обезвоживанием. Тяжелее приходится пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. При высокой температуре воздуха на сердце и сосуды ложится дополнительная нагрузка, и жара чаще всего ударяет именно по гипертоникам. В среднем в день фиксируется около 50 вызовов, рассказал главврач скорой помощи Эмзар Кулумбегов. Это вот в летнее время, когда все отдыхают, народ выезжает, все равно тенденция идет к повышению. Этот месяц пока начало, но если вот так пойдет, в этом месяце будет больше 1500 вызовов. Это связано с тем, что очень много у нас гипертоников, людей пожилого возраста. В жару организм теряет много жидкости, кровь, соответственно, густеет, повышается артериальное давление, поэтому на вызовы гипертоника в аномальную жару скорая медпомощь реагирует в приоритетном порядке. Во избежание инсульта или инфаркта, говорит главврач. Чтобы минимизировать негативное влияние ярких солнечных лучей, важно соблюдать несколько простых рекомендаций. Избегать пика солнцепека, употреблять достаточное количество воды, носить легкие, удобные вещи. Рекомендации всех врачей, значит, желательно пожилым людям, значит, ну и выходить в дневное время, это после пяти, когда уже закат солнца, обязательно пить огромное количество жидкости, носить головные уборы. Долгое пребывание под палящим солнцем чревато серьезными последствиями для человеческого организма. Особенно подвержены последствиям те, кто проводит свой досуг у водоемов. В результате в сезон повышается количество обращений с признаками солнечного удара. Агунда Губозова, Алим Битеев, информационный выпуск. Сегодня.